Друзья, всем привет! С вами Дмитрий. Про то, как мы живем здесь в Голландии. Смотрите, тема все-таки популярная, люди много интересуются этой темой, много спрашивают. Поэтому я решил дальше продолжать свой этот видеоблог. И сегодня я расскажу вам, просто у меня даже друзья очень часто, особенно раньше, спрашивали, и многие писали в личные сообщения, и просто под видео писали, расскажи, сколько ты платишь в месяц за содержание квартиры, и сколько у тебя, ну вообще, сколько уходит за твою жизнь за месяц, ну там, на еду, на содержание дома и так далее. Поэтому я решил сейчас напрячь все свои мозги, вспомнить все свои счета, потому что многие счета мы сейчас сделали так, что они автоматически удерживаются с нашего счета, 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 как правильно будет по-русски. Поэтому я вот сейчас вспомню это все, и я вам расскажу. Вы можете просто сравнить, сколько у нас уходит, или там, сколько у вас, например, если вы живете где-нибудь там в России, или в Беларуси, или там, например, в Америке, даже если я знаю, что у меня в Америке, просто для интереса сравнить. Я потому что сам сравниваю, всегда это мне интересно. Даже вот сегодня передача по первому каналу была, по ОРТ бывшему, сейчас первый канал называется, там одна девушка ездит по разным странам. Вот, ее первым практически всегда вопрос, она задает, а то есть одна о виде, это все, тема переходит в другой этот вопрос, сколько у вас уходит денег на содержание вашего дома. Итак, ребята, давайте я вам сейчас все это расскажу подробненько, может быть придется на пальцах объяснять, где-то на экране будете видеть подсчет это все, будет такой, как классная кассового аппарата, так вот, поэтому слушайте, смотрите, и надеюсь, если вам это все понравилось, ставьте пальцы вверх, я буду дальше продолжать рассказывать, потому что в следующем видео я хочу рассказать, в следующем видео в блоге про Голландию я хочу рассказать о здравоохранении, серьезно, у нас столько накопилось впечатлений, столько накопилось опыта про это здравоохранение голландское, я попытаюсь объективно все это рассказать, не приукрашая, не приенажая, вот, то есть все, как оно здесь есть, вы услышите, как говорится, с первых уст, потому что 20 лет мы же все-таки сталкиваемся с этим, вот, ладно, давайте, и я сейчас продолжаю рассказывать про месячные наши растраты, смотрите, самый главный расход в месяц, за что мы самое больше всего платим, так как у нас дом в ипотеке, мы платим больше всего за ипотеку, то есть ипотека состоит из двух частей, из ренты, то есть банк хочет на нас заработать, это, наверное, называется рента, и нам надо выплатить, соответственно, эту сумму, то есть из двух частей, вот, всего это где-то около 650 евро в месяц, то есть вот это первый у нас расход, сейчас такой будет кассовый аппарат, и на экране вы увидите 650 евро, что потом в конце итого, я любил получать деньги итого, кто такой итого, я не знаю, но я любил, он всегда получал больше всех итого, вот, затем, очень много уходит денег, у нас семья состоит из двух взрослых и одного ребенка 18 лет, который больше меня, в полтора раза и шире меня, вот, и этот ребенок считается ребенком до 18 лет, ему еще нету, 18 лет, мы платим, короче, вторые наши большие расходы, это медицинские страховки, это все в месяц, ребята, сейчас немножечко ветер пройдет, я иду, 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 месяц, и того, значит, за страховку, то есть для двух взрослых, Данила, до 18 лет бесплатно, мы платим за страховку медицинской, я вам, наверное, раньше рассказывал, ну, еще раз повторю, состоит из двух, даже из трех частей, базовая страховка, медицинская страховка такая, ее должны все платить Голландии, обязаны, это обязанность, то есть, как вот в Беларуси или в России или там в Украине, по достижению 18 лет, человек обязан отдать свой воинский долг, послужить в армии, там, в зависимости от страны, там, от года до двух лет, вот, так здесь все обязаны платить медицинскую страховку, независимо, богатый ты, миллиардер или бедный, ты обязан этого платить страховку, дальше какую ты выберешь дополнительную страховку, это уже лично твое дело, но медицинскую страховку должен платить каждый человек здесь, детям бесплатно до 18 лет, она стоит сейчас 117 евро, их много различных страховых компаний здесь, ну, в основном, здесь 4-5 больших и остальные маленькие, которые принадлежат этим большим корпорациям, вот, мы платим 117 евро в месяц, базисная страховка, это что такое, что она сюда включает, я тоже это все рассказывал, но и повторюсь, и потом я расскажу подробно про это все, про медицину, про голландское здравоохранение, базисная страховка включает, то есть, если вы сломали ногу там, или у вас перелом, или вы заболели сильно, или к вам врачу на домашнем, или в поликлинику, и так далее, и тому подобное, у вас сначала идет из базисной страховки. Есть дополнительная страховка, дополнительно это для, например, для очки, если вам надо очки, вам врач выписал очки, и вам надо купить эти очки, взять эти очки, вот, например, на примере очков я сказал, вы можете взять вот эту дополнительную страховку, их там три звезды, первая, вторая, третья, чем больше звезд, тем больше вам будет оплачиваться, тем меньше самому надо будет оплачивать, вот. Некоторые берут эту дополнительную, некоторые нет. Если, например, вам физиотерапевт нужен, у вас, ну, например, надо, спина болит, и вам прописают массаж специальной спины, или там других частей тела, вот, вам надо брать эту медицинскую страховку дополнительную, и вам тогда будет, например, на одной звезде будет 10 физиотерапевт, 10 раз вас промассажируют хорошенечко, есть иглоукалывание также у них, и так вот, сейчас я оперируюсь на минутку, покажу вам бензин, сколько стоит. Вот наше, на сегодняшнее 12 мая, евро 67, 95, евро 34,9, это дизель. Сравните сами, и потом напишите, это дешево или дорого. Вот, то есть люди берут, в зависимости от того, нужен им физиотерапевт, очки, какие-то ортипедические приспособления, они берут дополнительную, потому что это не входит, эти вещи не входят в стоимость базисной страховки. Есть, если у вас проблемы с зубами, или просто вы их каждый год, два-три раза посещаете врача для контроля, вам надо зубная страховка, стоматологическая. Вот, то есть там тоже есть три звезды, последняя звезда, последняя оплачивает, ну, в большинстве медицинских страховок, кроме того, еще и... Кроме того, она еще оплачивает, и, например, коронки, ну, не все, а там какую-то часть, до тысячи, как правило, до тысячи евро. То есть, если вам поставили коронку, одна коронка в Голландии стоит где-то врача, она вытекает из врачебной стоимости и зуботехнической стоимости, вот там она вытекает из этого, то есть она будет стоить где-то 500-600 евро. То есть, вот, две коронки вы сможете за один год взять. Ну, это так немножко сумбурно, но это я расскажу более подробно про здравоохранение. Вы берете это, то есть, все, из-за этого базисная страховка, как я уже сказал, 117 евро, и плюс, вот эти, если вы берете дополнительные, там еще может набежать до 40 евро. Ну, возьмем, чтобы базис мы взяли и две страховки, одна дополнительная, другая дополнительная, зубная. Взяли это, и у вас получилось 140 евро в месяц. То есть, 140 евро на человека, это 280 евро. Итак, 600 плюс 280, опять кассовый аппарат, сиденье. У вас уже получается в месяц 880 евро набежало. Затем, у вас, если все люди платят налоги за дом, независимо, вы сидите на социале или не на социале сидите. Только, единственное, за социальщиков, так называемых, которые не работают, а получают просто бабло, за них вот этот налог за дом, вот этот так называемый, туда входит налог за дом, и то, что от вас выбрасывают мусор. Заплатят за них хемента, ну, мэрия, скажем так. То есть, им положены субсидии. То есть, клафа, вы ничего не делаете, сидите дома, и за вас еще и платят в мэрия. За то, чтобы выбросить ваш мусор, ваше говно выбросить, переработать и так далее, и тому подобное. Вот, этот налог за дом и вывоз мусора, он, как его рассчитывается, сколько членов семьи, в каком районе вы живете или в городе, чем престижнее, скажем так, район, дороже район, тем дом хемента, ну, вот эта мэрия, оценивает дороже. Она будет дороже оценивать этот дом. Тем, соответственно, налог этот будет дороже. Вот, то есть, мы живем, например, в более, там, ну, скажем, я не хвалюсь, но более в хорошем районе, если на противоположном, в районе того города, где я живу, там будет точно такой же дом немножко меньше, потому что дома там будут по стоимости ниже. Вот, то есть, в год, в год, это они рассчитываются сразу за год, тысяча, у нас 1300 евро в год. Ну, в месяц это там получается 100, 120 евро что-то, они так как-то, 120, они у нас не за год, они на 10 месяцев разбили, но. Ну, посчитаем, что 120 евро, то есть, 880, и для, чтобы удобно считать, это все было 120 плюс 880, это уже у нас получается 1000 евро. Вот, дальше, 1000 евро, то есть, у нас ходят сюда ипотека, здравоохранение и налог на дом. Дальше надо телевизор, и у каждого человека есть телевизор в Голландии, и интернет, это мы платим 33 евро, то есть, это интерактивное телевидение, и 20 мегабайт в секунду интернет, он немножко слабоватый, можно взять больше, ну, и платить придется больше. Мобильный телефон, у нас мобильный телефон 1 гигабайт, то есть, 1000 евро плюс 33, получается 1033 евро. Затем, мобильный телефон у меня, у жены, у Данила, по гигабайту у Данила 2 гигабайта, это трафика, ну, то есть, вы можете гигабайт, и там еще сколько, 500 или 300 минут, и говорить. Мы платим просто за это, за вот за эту услугу, на троих мы платим, по-моему, 30 с чем-то евро, 35 евро. Да, 35 евро, Данила, чуть-чуть подороже, потому что он больше использует мобильный телефон, мобильный трафик, я использую меньше, потому что дома есть Wi-Fi, на работе есть Wi-Fi, я мобильным трафиком почти не пользуюсь. 35 плюс 1033, округляем, пускай 1070, потом где-то там уменьшим, 1070. Затем, сейчас я буду вспоминать, что еще мы платим. Так, кассовый аппарат только что прогремел, затем у нас идет машина, то есть машину тоже многие люди здесь имеют, это я не говорю, что все имеют, потому что многие просто кайфуют, они ездят на велосипеде. Вот, в Голландии, это одна из самых высоких стран в мире, наверное, по содержанию машины, налог на машину. То есть, вот, налог на машину, у меня небольшая Рено, клееву там можете посмотреть, я ее как-то выставлял на видео, делал какие-то дополнительные опции туда настраивал. Вот, она весит, в ней всего лишь 900 кубических сантиметров двигатель, то есть, очень маленький, трехцилиндровый. Она стейшн, ну, такая универсальная, типа кузова. Вот, бензин, потому что налог на машину слаживается из ее веса, типа сгораемого топлива, то есть, газ самый дорогой, дизель самый дорогой, газ потом идет, и потом бензин. Соответственно, на заправке будет наоборот, самый дешевый газ, потом дизель, потом бензин. Вот, у меня она бензиновая, в квартал, в квартал, здесь так платится. А, еще и зависит, в какой провинции вы живете. Вот, в квартал я плачу 129 евро. Это самое, что почти можно дешево платить. Потому что до этого у меня был Volkswagen Golf, тоже стейшн, здесь очень популярный стейшн. Он был довольно-таки дорого, ну, он был довольно-таки, много весел, эта машина, она была на дизеле. Я платил 385 евро в квартал. То есть, 129 евро разделяем на 3, это получается, ну, скажем так, 40 евро. Это уменьшили, там увеличили, здесь уменьшили цену. Вот, 40 евро, и у нас было 1070, получили 1110. Опять кассовый аппарат. Затем, страховка на машину. Стоит где-то, если вы без нарушений ездите в Голландии, вот, ну, начали ездить, у вас сначала, допустим, вы платите максимальную страховку. Чем больше вы ездите без нарушений, каждый год у вас дается бонус. У вас уменьшается стоимость вашей страховки, премий, которую вы платите за эту страховку. Я там уже лет 9-10 езжу без нарушений, ну, без аварии. У меня уже с большой скидкой, там, 25%, по-моему, скидка. Но все равно я плачу где-то 90 евро. То есть, 30 евро в месяц. Итого, опять этот, итого, человек, который больше всех у нас зарабатывал, когда был, работал в Беларуси, 1110 плюс 30, 1140. Ту-дун, кассовый аппарат. Затем машину мы прошли. Теперь что? Какие у нас еще расходы? Наверное, я неправильно начал свое повествование. После ипотеки, я сказал, последующие расходы у нас были самые главные, были на здравоохранение. А вот после здравоохранения у нас, конечно, идет свет и газ. Вот это в Голландии дорогое удовольствие. Мы платим где-то сейчас 135 евро. Итого, 1140 плюс 130, плюс 135, 1200, 1265, что-то так правильно. Я потом посчитаю, ну и все это на экране будет все правильно. Я сейчас иду, просто по ходу, все прибавляю. У меня с математикой не всегда было хорошо. Ну, скажем, 1260. Свет и газ. Итого 1260. Опять это Итого влазит в нам. Затем, вода. Вода в Голландии дешевая, потому что я знаю, в других странах она очень дорогая. Ну, так как ее здесь много, поэтому она и дешевая. Она стоит в месяц где-то 60 евро. Ой, 40 евро. Но это со страховкой. Это с налогом они мне сразу вычитают, потому что в эту стоимость 40 евро входит то, что я потребляю воду. Ну, мы потребляем на трех человек. Плюс содержание дамб. Так как Голландия находится ниже уровня моря, ниже уровня моря, есть много настроенных дамб, чтобы вода не затапливала территорию. Построили дамбы. Есть дамбы, есть дюны, которые природа создала, а есть человек, который накопал. Вот эти дамбы, и дюны в том числе, надо содержать. Кто будет содержать? Вася или Петя? Нет. Мы сами это... Ну, не Вася или Петя, что-то я так сказал. Ян? Да, Ян. И мы все содержим эти дамбы. Вот. Поэтому мы платим еще налог за содержание этих дамбов. Итого, то есть 1260 было, плюс 40, 1300. Кассовый аппарат. Затем, что мы еще платим? На что еще, куда уходят деньги? Еда в месяц. Ну, конечно, люди хотят кушать. Я, наверное, скажу это как ну, как расходы. Скорее всего, приплюсую к это месячным расходам, потому что невозможно без еды прожить. У нас мы питаемся, в принципе, нормально. Много овощей, какое-то мясо и так далее, и тому подобное. В месяц уходят. Ну, если так, ни в чем себе не отказываем. В Голландии еда недорогая, в принципе, потому что мы были, если я построен там с Австралией или в Новой Зеландии, в которой мы сейчас только были, в Голландии копеечная еда получается. Она стоит здесь в месяц нам 500 евро. Итого, этот же опять итого, 1800 евро. Опять мясовый аппарат. Сейчас я еще буду походу дальше вспоминать, потому что еще есть какие-то расходы. Как я уже до этого в самом начале своего видео сказал, почти все мои расходы, ну, вот эти содержат, ну, с меня сдирают, ну, не с меня, а с моего кассового аппарата, с кассового аппарата, господи, что я говорю, с моего счета автоматически, просто мы подписали сразу, такие, даешь разрешение, и они автоматически удерживают с твоего счета деньги. Поэтому я уже, я не обращаю на это внимание, они удержали и удержали, поэтому я смотрю только, что да, удерживаю раз в месяц, и все. Сейчас я еще вспомню, на что еще уходят деньги, потому что еще какие-то есть расходы, я раньше считал, что у нас было по две тысячи уходило, сейчас, подождите, я вспомню, я расскажу дальше, не переключайтесь пока, пока сходите, покурите, или в туалет сходите, или попейте чашечку теплого, вкусного кофе и переходите назад. Так, ребята, ну вот я подхожу к концу уже своего повествования, а не я. Итак, на что еще уходят, ну такие уже по мелочам расходы, но все равно это расходы. На спорт, допустим, Данила ходит на регби, это 150 евро в месяц, ой, не в месяц, в год, это пускай там будет 10, скажем так, пускай уменьшим там до 10 евро, плюс еще фитнес, он ходит, и мы там иногда тягаем эти гантели, то есть туда 18 евро, то есть 28 евро в месяц уходит на спорт, ну на спорт, то есть прибавляем 1800, вот у нас, я сейчас вам сказал, озвучил цифру, это 1828, ну скажем 1830, чтобы вам было легче понимать это. Затем, еще у нас есть расходы, конечно же, на бензин, на, до работы доехать, но, как правило, вот этот бензин, который вы едете на работу, на всех голландских работах, работодатели оплачивают вам этот бензин, поэтому я сюда его не включу, этот расход. Что еще, какие у нас расходы? Ну, есть еще какие-то маленькие расходы, я сейчас просто уже не помню их все, вот, они есть, серьезно, я их где-то считал, раньше давно уже, все подсчитывал, давайте еще на все эти остальные расходы, скажем так, остальные расходы, мы их так назовем, 50 евро, ну, давайте округлим, потому что это будет по-честному, 1900 евро, 1900 евро, вот у нас уходит на месячное прожить, жизнь в Голландии, прожить ее, то есть покушать, я не говорю про одежду, одежда, там какая-то электроника, какие-то там покупки, я про это не говорил, я вам сказал только то, что вы сами живете, то есть путем кушания, это же человеку надо есть, не надо же как, мы же не как Роберт Вертер, вот, и где жить вам надо, дом, вы скажете, а вот как социальщики, да, я вам сейчас уже до этого говорил, что социальщики, кто на социальном пособии сидит, им дается 1300 евро там в месяц, плюс многое, что субсидируется, так называемые туслахи, по-голландски, ну, по-русски субсидии, то есть, если дом, допустим, стоит снять 500 евро, им половину государства обратно возвращает, блин, ветер сейчас такой сильный, вот, если, допустим, медицинская страховка 140 евро, им половину государства возвращает, соответственно, у них расходы намного меньше, чем тот, кто человек работает, ну, и напоследок, ребята, уже вот хочу заканчивать это видео, оно будет небольшое, но все равно, я надеюсь, оно получилось информативно, кто сюда собирается ехать жить, посмотрите это видео, прикиньте, что вас ждет, ожидает, не думайте, что у вас будет по-другому, скорее всего, у вас будет еще и больше расходов, потому что у нас дом в ипотеке, уже давно взят, и у меня, когда я брал вот эту ипотеку, тогда, и в принципе, сейчас очень сильно упала ипотечная ставка, ну, рента вот эта так называемая, вот, то есть мы платим в два с половиной процента в год, то есть это очень мало, ну, допустим, сумма есть и 200 тысяч, и два с половиной процента, то есть, ну, вот и получается 650 евро, вот, но вам придется снимать квартиру, квартиру снимать, квартиру снимать еще дороже, серьезно, иногда, а очень и часто, зачастую, квартиры снять намного стоят дороже, чем взять в ипотеку, потому что сейчас взять в ипотеку жилье очень трудно, ужесточилось это все, у меня все это прошло немножко, ну, как, скажем так, на шарах, хотя у нас все было нормально, мы работали оба, вот, то есть у нас все было нормально, но сейчас надо заплатить, первые 10 процентов вы платите сами, а мы не платили тогда, когда мы брали, то есть мы взяли, вот, 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 допустим, стол 200 тысяч, мы 200 тысяч в банке взяли, то сейчас вам надо сначала 20 тысяч в свои денежки выложить, ну, я не говорю, для кого-то 20 тысяч, это вообще копейки, для кого-то это деньги, поэтому сами прикидывайте, вот, я постарался рассказать все это, вот, все расходы, я ничего не прикрашивал, не говорил ничего, что это много или мало, для кого-то это копейки, я думаю, о, так мало, мы думали намного больше, для других подумают, да это дохерище брат, блин, поэтому я вам скажу, сколько примерно надо зарабатывать, ну, у людей потребности разные, вот, чтобы достойно жить здесь, ну, хотя бы нормально, как минимум, 3000 евро, я уже тоже до этого раз, до этого говорил, в других видео, нету, то есть не брюто, не путайте, вам всегда работодатель будет говорить, брюто за зарплату, то есть без вычетов налогов, вот, 3000 евро, чтобы у вас хотя бы 1000, хотя бы, ну, или хотя бы 500 евро, 2500 оставалось, потому что шмотки нужны, нужны, телевизор, вот у нас, я говорил тоже раньше, допустим, дом отапливается котлом, он уже, ему сейчас 11 лет, я новый покупал, ну, там котел, где-то рассчитан, так, на 15 лет максимум, то есть 4 года, и он, его придется менять, это около полтора косаря, и так, и все, вот сейчас, мы купили, давно мечтали, кофе экспресс машину, кофе экспресс машину, я сделаю ее обзор, потом, на эту машину, она, мне очень понравилась, я сам люблю всякие такие вот обзоры, смотреть на какую-то технику, особенно, не когда профессиональные обзорщики это делают, потому что они так все это быстро, взяли где-то там, в кого-нибудь магазине, быстро там, ну, как-то мне не очень, мне нравится, когда люди уже, поюзали там месяц, там, или больше, и уже у них появились какие-то впечатления, и уже выставили какой-то, вот такой вот объективный обзор, поэтому вот она вот здесь вот, это машинка, сейчас вы увидите, как я буду делать обзор, вот, и, затем, конечно, будет видео про, про здравоохранение, ну, а в этой серии, вот вы уже, как я посмотрел, там, если понравилось, если у вас вдруг возникли вопросы, задавайте, я, конечно, буду с удовольствием отвечать на них, потому что, может быть, я что-то упустил, может быть, какие-то у вас такие вопросы появились, которые, я здесь не озвучил, но связаны именно с этой тематикой, там, как снять что-то здесь, или сколько стоит такой налог, или сколько стоит заплатить столько-то, страховка какая-то там, вот, понимаете, есть еще раз, а, я еще, какие другие расходы, вот, я сейчас про страховки начал говорить, и сразу вспомнил, мы же, когда, если вдруг умрем, мы все, никто не останется, чтобы детей наших не нагружать, чтобы они, ну, как бы, похоронить здесь Голландию, да даже если в Беларуси мы поедем умирать, ну, не умирать, а захоранивать нас, надо деньги, соответственно, это очень много, как минимум 5-6, это самый, самый минимум, тысяч евро, 5-6 тысяч евро, ну, за что бы похоронили тебя, вот, поэтому у нас есть страховки, вот, на захоронение, Айтфарт-Ферзеки, так называемое, есть страховка, это на 20 евро, или 30 в месяц, есть страховка, инбудлферзеки, то есть, страховка, за дом, где вы живете дома, чтобы, допустим, что-то своровали, или что-то сломалось нечаянно, вот, шли, шли, спотыкнулись, сказали, черт побери, упали, и сломали, дорогой телевизор, например, об телевизор, вот, тогда вам страховка это возвратит, потому что я этой страховкой очень часто пользовался, потому что, там что-то устанавливал, бах, у меня лопнуло, там в ванне, есть кабинка, и такое очень дорогое стекло, и вот мне возвратили, плюс шкаф там, ну и так далее, я часто этой страховкой пользовался, поэтому вот я и сказал, что дорогие, другие расходы, вот сюда и как раз эти другие расходы входят, остальные страховки на дом, вот, вот так вот, немножечко получилось видео, все, ребята, давайте, на этом буду прощаться, и смотрите следующее видео, обзоры экспресс-машины, которые мы уже месяц юзаем, вот она эта машина, красота.